Я хочу начать, давайте мы встанем, я хочу начать с Псалма 85. Мы хотим прежде всего обратить наши взоры на нашего Господа, который является нашим Искупителем, у которого Он держит всю Вселенную. И какой бы острой боль ни была, какими бы тяжелыми переживания ни были, каким бы несправедливым мир ни был, самое важное и самое ценное, что может быть у христианина, это посмотреть наверх и понять, Бог все существует, все всем контролирует, Господь царствует. 85 Псалом. Услышь, Господи, молитву мою, внемли глаз умоления моего. «В день скорби взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы, Тобою сотворенные, придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Ибо Ты велик и творишь чудеса, Ты, Божий, един. Наставь меня, Господи, на путь Твой и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи Божий мой, всем сердцем моим и славить имя Твое. Ибо велика милость Твоя ко мне, Ты избавил душу мою от ада преисподнего». Дивный Спаситель прекрасный Наши искупители и друг, Кто мог подумать, что армец Мог искупить нас одну? Ты тот, Кого прославляет, Тот, Кого любим всегда. Дай исцеление и милость нашим голодным сердцам. О, нашим голодным сердцам. Сторож души и советник, Дух Твой мы жаждем вдохнуть. Новой надеждой Ты встретишь, Если теряем и путь. О, если теряем и путь. Ты тот, Кого прославляет, Тот, Кого любим всегда. Да исцеление и милость нашим голодным сердцам. О, нашим голодным сердцам. Господи, пред лицом Твоим предстаем сегодня, Действительно, сердца наши голодные. Мы предстаем пред Тобой в нужде, Мы предстаем пред Тобой в боли, В страданиях, В страданиях личных И в страданиях за братьев наших и сестер, Которые находятся в куда более сложных обстоятельствах. И мы сегодня идем к Тебе, Прежде всего, с благодарностью за то, Что Ты избавил души наши от ада преисподнего. Господи, благодарим Тебя за то, Что Ты наш Спаситель. Благодарим Тебя за то, Что в Тебе будущность, в Тебе надежда. Благодарим Тебя за то, Что независимо от обстоятельств У нас есть упование на Тебя. И сегодня, Господи, мы просим Тебя, Ты возгрей это упование. Помоги, чтобы в каждом сердце, Присутствующем здесь, И во всех наших родных, близких, Во всех наших братьях и сестрах, Которые в трудных обстоятельствах сейчас, Чтобы надежда была возгрета. Чтобы сердце ободрилось, Поднимая взор на Тебя, На то, что Ты в действительности На Голгофском кресте Страдал за нас, Для того, чтобы сделать нас детьми Божьими. Господи, мы благодарим Тебя за Искупителя. Мы благодарим Тебя за то, Что сегодня мы можем исповедовать Тебя Нашим Господом и Спасителем. Благодарим Тебя за то, Что мы можем идти к Тебе сегодня, Зная, что Ты близок к нам. Мы знаем, Господи, что Ты сострадаешь. Мы знаем, что Ты имеешь силу Для того, чтобы сохранить, вести, направлять. Благослови, Господи, каждого из нас. и благослови сердца наши сегодня поклоняться Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Вечный Отец всемогущий, верно Ты любишь Своих слабости к трону идущих, чтобы у ног пасть Твои, о, чтобы у ног пасть Твои. Ты тот, кого прославляем, тот, кого любим всегда, дай исцеление и милость нашим голодным сердцам, о, нашим голодным сердцам. Ты тот, кого прославляем, тот, кого любим всегда, дай исцеление и милость нашим голодным сердцам, о, нашим голодным сердцам. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. О, великий Творец, что я есть пред Тобой, Чтоб ты помнишь меня всякий час. Нет минуты одной, чтоб забыл ты меня, чтоб похину меня хоть бы раз. И сколько раз мне грозила опасность пути, Дух мой славы совсем не снылевал. Но ты мне помогал крестья жёл и нести, Все препятствия сам устранял. Драгоценный Христос, приходим к Тебе сегодня с сердцем, переполненным благодарности. Ценой своей крови Ты нас делал своими детьми, Господи. Ты сделал нас гражданами неба. Ты сказал, вы народ святой, взятый в удел, вы род избранный. Ты вывел нас из тьмы в чудный свой свет, Господь, для того, чтобы сиять через нас. Светить в этом мире тьмы. Светить через нас, простых людей. Показывать свою красоту, твою любовь, твою доброту, твою нежность. Спасибо тебе, Господь, за слово, которое ты оставил для нас. Слово, которое говорит о тебе. Которое показывает характер твой. Которое учит нас, назидает, наставляет, направляет, очищает. Господи, спасибо тебе, что мы можем сегодня здесь стоять и, слушая слово Твое, становиться Твоими учениками. Это огромная привилегия, честь, право, которое ты даешь нам сегодня. В мире, который разрушенный, ты посылаешь нас, как яркий свет, как свеча во тьме. Спасибо тебе, Господь, что, взирая на Тебя, доверяясь Тебе, ты делаешь нас, верующих людей, несмотря на то, в каком положении бы мы находились, и делаешь сегодня верующих людей, которые находятся в огне, находятся в ядре, в перестрелах, под огнем, они могут славить Тебя. Это невозможно человеку, нашей природе, естественно, это возможно только Тебе, Господь. Ты обещал быть с нами, и Ты всегда с нами, и спасибо Тебе за это. Спасибо, что Ты сегодня в Украине, Господь, там, на передовой, с детьми Твоими, которых Ты возлюбил, за которых Ты умирал. Ты с ними там, точно так же, как когда-то Ты был с Сидрахом, Месахом и Авдинагом в огне. Спасибо Тебе, Господь, что Ты никогда не оставлял и не оставишь детей своих. Спасибо Тебе, Господь, что Ты сказал, что не упадет с нашей головы даже волос без воли Твоей. Мы благодарим Тебя, что Ты единый праведный судья, и однажды все пристанут при Тобой. Господи, мы просим, да прийди царство Твое, да прийди царство Твое в наших сердцах уже сегодня, и мы жаждем, чтобы Ты пришел, Господи. Мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя, что мы Твои дети. Чем могу я восстать благодарность Тебе, чем могу за любовь заплатить? Что Ты помнишь всегда и везде обо мне, Ты желаешь меня сохранять. Что Ты помнишь всегда и везде обо мне, и желаешь меня сохранять. О, прими же Творец, там ничтожный Ты мой, что выставил я вечно Тебя. Пусть уста наполняются дивной хвалой все за то, что Ты любишь меня. Пусть уста наполняются дивной хвалой все за то, что Ты любишь меня. Мы вчера совершали специальную молитву об Украине, и сегодня мы хотели бы не обойти эту тему. Мы приготовили специальную песню на украинском языке. Я помню эту песню, когда ее пели мои родители, точнее, моя мама. Она пела ее, когда папа был в тюрьме, когда была очень трудная жизнь, очень трудные обстоятельства. Возможно, кто-то из вас ее... Для кого-то она новая, хотя она очень и очень старая. Ты знаешь, Боже, мое божание, молитву чуешь ты мою, ты знаешь сердце моего стражданне, колые гирки слезы лью. Мы будем петь сейчас эту песню. Я хотел бы, чтобы мы могли вот в это время помолиться на наших братьях и сестрах, которые находятся в жесточайших условиях. И находясь в этих условиях, не у всех есть сила обращаться к Господу. Многие, как мы говорили вчера, к сожалению, реагируют по плоти. Многие переполняются гневом, злостью, ненавистью. Для этого нужна сила. Для того, чтобы страдать по-христиански, нужна сила. Нужна сверхъестественная Божья сила. Я прочитаю в начале из Псалма 26-го. Господи, Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня, полк не убоится сердца мое. Если настанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа. Того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скине и своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаемном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скине и жертвы славословия, стал бы петь и воспевать перед Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце моё говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Ты знаешь, Боже, моё божаня, молитву чуешь Ты мою, Ты знаешь сердце моего стражданья, коли я гірки сльози люб. Ты знаешь сердце моего стражданья, коли я гірки сльози люб. Ты знаешь, Боже, что я божаю, не славискат, ні вна земи. Я щирим сердце, Тебе кохаю, Мои щедосыть люди дни. Я щирим сердце, Тебе кохаю, Мои щедосыть люди дни. Как Ланя желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Когда приду я, явлюсь пред лицом Божьим. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий с глазом радости и словословия празднующего сон. Что унываешь ты, душа моя, А я самотный скорблю душею, Смолкает мий материй смей. Цей світ нередний мені зробився, О, Боже, мій свій мною будь, Пославных сил и я втомился, А еще далеко моя путь. Пославных сил и я втомился, А еще далеко моя путь. И далеко я иду за тобою, Хай витерство не будет в нём, Нехай сердечко шумит порою, Я не боюсь, бо ты Бог мій. Нехай сердечко шумит порою, Я не боюсь, бо ты Бог мій. Бог наш, Отец наш и Царь наш, Мы церковь Твоя, мы дети Твои, Мы искуплены тобою, И мы сегодня приходим к престолу благодати Твоей, По слову Твоему, Чтобы просить Тебя о милости Твоей, Чтобы просить Тебя о благодати Твоей. Нам сегодня больно, Нам сегодня трудно, И сердце, кажется, не находит радости, Но мы благодарны Тебе, Господь, За то, что Ты тот, Который силен восстанавливать нас. Ты создал нас, Ты знаешь все наши внутренние силы, Ты знаешь души наши, Ты знаешь всю глубину сердца нашего, И ты сегодня вводишь народ Твой, Ты сегодня вводишь Церковь Твою в страдания. И мы вместе сегодня с нашими близкими, С нашими братьями и сестрами в Украине, Мы приходим к Тебе, Господь, Чтобы молить Тебя о милости Твоей. Мы просим, Господь, Чтобы Ты в этих обстоятельствах Научил нас видеть Тебя, Где Ты сидишь на троне славы Своей. Мы просим Тебя, Господь, Чтобы Ты укрепил сердце каждого дитя Твоего, Чтобы каждый укрепился могуществом силы Твоей. Мы молим Тебя, Господь, Чтобы Ты дал утешение там, Где кажется оно недоступно Из-за страданий, боли, Которой приходит народ Твой. Но, Господь, Ты силен, Ты превыше всего. Мы молим Тебя, Господь, Чтобы Ты благословил Церковь Твою, Быть верной Тебе В провозглашении истины Твоей В этих сложных обстоятельствах. Я молю Тебя, Господь, Вместе с Детьми Твоими, Чтобы Ты любовью Твоею Наполнил сердца детей Твоих, Чтобы мы были способны и готовы Говорить о любви Твоей, Об истине Твоей, Спасающей и преображающей души. Господь, Молю Тебя, Чтобы каждая душа была утешена Тобою, Чтобы Твое утешение пришло В каждую семью, В каждое сердце, Чтобы каждая душа Могла поднять глаза свои И увидеть Тебя, Бога, Всемогущего, Всесильного. Наша молитва к Тебе, Господь, О царях, Об обоих царях этих стран. Господь, Мы молим Тебя, Чтобы Ты дал им страх Твоей, Чтобы Ты привел их К разумному решению этой проблемы. Господь, Дай мир Твой. Мы знаем, что Сердце Царя в руке Твоей, И Ты силен Поворачивать его в ту или иную сторону. И мы сегодня молим Тебя, Господь, По слову Твоему, Чтобы Ты дал мир Твой И через этих людей. Мы молим, чтобы Ты благословил Окружение этих правителей, Чтобы они принимали разумные решения, Чтобы не были упрямы В своем упорстве, Господь. Боже наш, Ты силен менять обстоятельства. И только Ты способен к этому. И только Ты, Господь, Владеешь всей ситуацией. Мы молим Тебя, Господь, Чтобы Ты наши сердца Благословил здесь, Где мы не находимся в зоне боевых действий, Где над нами не летают пули и снаряды, Господь. Но помоги нам быть теми, Кто утешает народ Твой. Господь, Сохрани нас от всякого гнева, Сохрани нас от всякого огорчения Внутри нас, Чтобы мы не занимали какую-то сторону, Не симпатизировали Каким-то правителям, Господь. Но помоги нам видеть Тебя, Царя, Царя нашей души. Господь, Благослови нас понимать, Что мы граждане небесного царства. Все земное пройдет, И все национальности исчезнут в небе, Господь. Но Ты будешь царем над теми, Кто спасен. Помоги нам понимать, Что мы граждане Твои, Господь. Мы дети Твои, И граждане небесного царства. Благослови сегодня народ Твой. Укрепи, Господь. И Тебе, Тебе единому через все это пусть будет слава, Хвала и поклонение, наш Бог. Аминь. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я? Отдыхаю ли Ты окружаешь меня? И все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня. И полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое. Высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Зайду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня И удержит меня десница Твоя. Течет ли жизнь мирно подобно реке? Иисус ли на грозных волнах? Во всякое время быть и вдалеке, Твоих я покоюсь в руках. И вражи нападки, и тяжесть скорбей, Не склонь от меня позабыть, Что Бог мой меня не скучит из страстей, Любви восхоте из любви. Ты со мной, да Господь, Твоих я покоюсь в руках. Что в мире сравнится со сладой такой? Мой грех весь как есть целиком, Кресту пригвожден, И я кровью святой искуплен всесильным Христом. Что в мире сравнится со сладой такой? Мой грех весь как есть целиком, Кресту пригвожден, И я кровью святой искуплен всесильным Христом. Ты со мной, да Господь, да Господь, Твоих я покоюсь в руках. Господь Твоего я пришел, Если я жду, Принять мою душу, гляди. Я знаю тогда, Лишь полне я найду, Покою Тебя на груди. Ты со мной, да Господь, Твоих я покоюсь в руках. Господи, мы исповедуем Твое грядущее Царство. Мы прославляем Тебя как Того, Кто был, есть и остается на троне. Мы знаем, Господи, что закончится Вся история людей, Все их величие падет, Вся их слава поблекнет. И мы однажды станем Перед лицом сидящего на престоле. Господи, мы благодарим Тебя как церковь за то, Что там, у великого белого престола, Мы не будем трепетать от страха. Мы будем озарены Твоей славой. Мы будем стоять рядом с Тобой. И нашей лучшей защитой Будет Тот, Кто отдал свою жизнь, Кто положил себя за наши грехи, В чьих руках мы обрели безопасность, Кто защитил нас от более страшного гнева и суда, Чем все войны, которые происходят на этой земле. Мы благодарим Тебя за то, что Однажды Ты восторжествуешь. И всякое колено падет и преклонится Перед лицом Твоим. Всякий язык будет исповедовать Тебя. Христос, слава Бога Отца. Падет все гордо и надменное. И только в великой радости и блаженства В огромном счастье будут те, Кто сегодня покоится в Твоих руках. Господи, мы благодарим Тебя За то, что мы имеем надежду. За то, что эта надежда, она не угасает. За то, что Ты подарил нам Слово, Которое озаряет путь. За то, что, Господи, Ведешь нас по этой жизни и там, Где мы не понимаем, Там, где мы не можем найти ответы. Мы можем довериться тому, Кто все знает, Кто все может, Кто через все проведет. И в ком однажды обретем Совершенный покой, Совершенную радость и совершенный мир. Господи, придем в ту славу небес, Где больше никогда не будет боли, Скорби и слез. Поэтому, Господи, помоги нам Снова довериться Тебе, Снова положиться на Тебя, Снова освежить это упование на Тебя, Как на единственного, В ком душа Находит истинное удовлетворение. И да будет, Господи, слава Тебе, Единому и святому тому, Кто грядет, Кто уже славен и кого еще прославен Во веки веков. Аминь. 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 и назвал к тебе из темной бездны я молю господь услышь меня с ними я милости твоей но если ты считал как устоял и но ты прощение лишь благодатью я спасу душа тебя душа тебя а а ну ждать ждать тебя а ибо вот я творю новое небо и новую землю И прежние уже не будет воспоминаемы и не придут на сердце А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем И не будет слышен в нем более голос плача и голос вопля Надежда в Боге лишь одно Его рука спасать сильна Воскресшим и живым Христом Навеки смерть повреждена Буду ждать Тебя, буду ждать Тебя, веря Слову Твоему Буду ждать Тебя, верно ждать Тебя И душе покой найду Господь открыл мне путь домой Собой Он заплатил сполна И всякий верующий в Него Найдет спасение у Креста Буду ждать Тебя, буду ждать Тебя, веря Слову Твоему Буду ждать Тебя, верно ждать Тебя И душе покой найду И буду ждать Тебя, буду ждать Тебя Пусть бушует шторм и тьма Буду ждать Тебя, верно ждать Тебя Ведь любовь Твоя сильна Мы ожидаем Господа, но в это время мы уверены Что Божья защита уже окружает Его детей Псалом 90 Он избавит тебя от сети ловца От гибельной язвы Перьями своими осенит тебя И под крыльями Его будешь безопасен Щит и ограждение истина Его Не убоишься ужасов в ночи Стрелы, летящие днем Буду жить под защитой Твоих крыл Буду жить под защитой Твоих крыл Буду я в мире Божьей любви Ночь настанет, и я не убоюсь Когда я под защитой Твоих крыл Под защитой Твоих крыл Под защитой Твоих крыл Я спасен под защитой Твоих крыльт, Мой покой под охраною Твоей. Пусть летят стены, я не убоюсь, Когда я под защитой Твоих крыльт. Под защитой, под защитой Твоих крыльт. Под защитой, под защитой, под защитой Твоих крыльт. Буду жить под защитой Твоих крыльт. Буду я в мире Божьей любви. Ночь настанет, и я не убоюсь, Когда я под защитой Твоих крыльт. Буду жить под защитой Твоих крыльт. Буду я в мире Божьей любви. Ночь настанет, и я не убоюсь, Когда я под защитой Твоих крыльт. Под защитой, под защитой Твоих крыльт. Под защитой, под защитой Твоих крыльт. Под защитой, под защитой Твоих крыльт. Дал тебе Спаситель Твой места у креста. Сердце все Кресту открой, отгони прочь страх людской, дал Тебе спаситель Твой место у Креста. Не опаздывай в пути, о, Ты, Дух Христа, поспеши скорей найти место у Креста. Если скорбь в Твоей груди, то к Спасителю приди и покой в душе найти у Его Креста. Если скорбь в Твоей груди, то к Спасителю приди и покой в душе найти у Его Креста. Беззаботные скорей встаньте у Креста, Бог вам дал в любви Своей место у Креста. Изгляните, как струёй, льётся там поток живой, крови чистой и святой, крови за Креста. Вечная любовь зовёт всех под сень Христа. И для каждого найдёт место у Креста. Там свершились чудеса, нам открылись небеса, и умокнула гроза тихо у Креста. Там свершились чудеса, нам открылись небеса. И умокнула гроза тихо у Креста. Слава Господу за Крест! И мы хотели предложить вам сейчас склонить колени и провести немножечко времени в личной молитве Господу. Поблагодарите Его за Крест, поблагодарите Его за искупление, поблагодарите за надежду, которую все мы, независимо от того, где-то на войне или в спокойных обстоятельствах мы имеем во Иисусе Кресте. Мы склоним колени и Андрей Данилович тогда помолится в заключении. Господь, Ты в Своём Слове сказал, Он даёт утомлённому силу и изнемовшему дарует крепость. Утомляется и юноша, и ослабевает, и молодые люди падают, надеющиеся на Господа, обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Господи, это мы не изнемогшие сейчас, это у нас нет сил. Господи, мы выплакали уже под два ведра слёз, и у нас нет сил. Но мы к Тебе идём, Господь. Дай нам опереться на скалу веков. Ты разрушил все основания по плоти. У нас нет человеческих методов как-то это остановить, помочь. Но есть Ты, есть Ты скала веков. Дай, Господи, довериться Тебе сейчас. Господи, я переживаю сильно за свою семью, и душа болит. Дай мне ясно понимать, что они прежде всего в Твоих руках, а потом в моих, Господи. Всё в Твоих руках. Ты всем, Господи, управляешь. Господи, дай нам ясно понять, что это не конец нашей жизни. Это точно не конец нашей жизни, Господи. Благодаря Христу, Его жертве, Его праведности, благодаря Кресту нам всё прощено. Его праведность в один день и навеки переписана на насчёт. Мы спасены. И нас впереди ожидает пир. Мы когда-то все соберёмся там вместе. И будем радоваться, и петь Тебе, и прославлять Христа, которым мы спасены. Господи, я прошу Тебя сейчас о народе Твоём, о том, чтобы мы не просто не пятились назад. О том, чтобы дал нам силы, Господи, встать на твёрдой скале и идти вперёд сейчас. Мир не удивляется, когда мы радуемся и поём, когда всё хорошо и вокруг комфортно. Но когда разбиты все основания, и есть человек, который истал, и идёт, и летит дальше, это сверхъестественно. Здесь горит вера. И я молю Тебя, Господь, за всех христиан, за нас. Дай нам, Боже, перестать заниматься самосожалением. Дай нам, Господи, перестать быть в разбитом состоянии. Мы никому не поможем этим, ни другим, ни себе, ни церкви. Дай, Господь, несмотря на всю боль, усилиться и действовать. Тем, кто там сидит сейчас в подвалах, кто прячется в метро, кто бежит, спасаясь по туннелю метро, кто сейчас в неизвестности где-то далеко от своего дома разбитого, не зная, где жить, как жить, за что жить. Господи, дай им опереться на скалу веков, на Тебя. Молю Тебя, Боже, о том, чтобы Ты расправил наши крылья и здесь, и там, и дал идти дальше, и лететь дальше, и служить дальше. Служить тем, кто вокруг, рассказывать им о Тебе. Сделай это, Господи, для славы Твоей. Ради Иисуса Христа, оперевшись на Тебя, дай нам идти дальше. Ты даешь утомленному силу, Ты издемовшему даруешь крепость. Дай нам, и Господи, для славы Твоей. Ради Иисуса Христа просим Тебя. Аминь. Иисус, о Тебе я пою, Светом Ты озарил мою душу. Я за все благодарен Тебе, И во всем вижу я Твою руку. Знаю я, Ты всегда со мной, В обещании Своем Ты верен. Кровь Твоя за меня лилась, Чтобы в небо открыть мне дверь. Я живу и покоюсь в Тебе, Ты надежда моя и радость, Иисус, счастье только в Тебе, В Тебе жизнь моя и обрада. Знаю я, Ты всегда со мной, В обещании Своем Ты верен. Кровь Твоя за меня лилась, Чтобы в небо открыть мне дверь. Знаю я, Ты всегда со мной, В обещании Своем Ты верен. Кровь Твоя за меня лилась, Чтобы в небо открыть мне дверь. Сколько раз Ты меня храни На крутых поворотах жизни, Ты избрал меня, искупил, И наполнил Собой Мое сердце. Знаю я, Ты всегда со мной, В обещании Своем Ты верен. Кровь Твоя за меня лилась, Чтобы в небо открыть мне дверь. Замечательный у нас Христос, Замечательное Его спасение, Замечательное Евангелие. И в заключение я хотел бы предложить вам Воздать славу Иисусу Христу за Его самого, За то, что Он сделал для нас. Воспрянь, душа, воспрянь, И страх вины оставь, Ведь личность за Тебя кровь жертвы пролилась. Иисус Христос, Годатай Твой, Иисус Христос, Годатай Твой, Вечный посредник пред судье. Навеки утвержден Завет Его крови, Ничто нас не лишит Спасительной любви. Он искупил все времена, Он искупил все времена, Кровью оплачена цена. О, воспрянь, душа, Смотри на грязь Христа, Священник Твой, Сам жертвой стал святой. О, воспрянь, душа, Ведь Божье Ты, дитя, Оставь вину и страх, Душа воспрянь. Ведь голос той крови, Пролитой на кресте, Сильнее всех молит И громче слов любви. Судья, кричи, Прости Его, Судья, кричи, Прости Его, Вот жертва Смерть не допусти. О, воспрянь, душа, Смотри на грязь Христа, Священник Твой, Сам жертвой стал святой. О, воспрянь, душа, Ведь Божье Ты, дитя, Оставь вину и страх, Душа воспрянь. Вражда прошла навек, Враг Божьим стал ветер, Я новый человек, Помилован Отцом, Не прячусь я, ищу Тебя, Не прячусь я, ищу Тебя, Взываю обоочья. О, воспрянь, душа, Смотри на крест Христа, Священник Твой, Сам жертвой стал святой. О, воспрянь, душа, Ведь Божье Ты, дитя, Оставь вину и страх, Душа воспрянь. Господи, благодарим Тебя за то, что сегодня у нас есть основания для того, чтобы души наши могли воспрянуть. Несмотря на все ужасы, которые окружают нас, несмотря на все грехопадение, на скольжение мира в пропасть греха и в катастрофу зла, несмотря на то, что мы сами в себе слабые, несмотря на то, что мы очень часто неверны Тебе, мы можем сегодня прийти к Тебе и положиться на Твою верность, и положиться на Твое искупление, и положиться на Твою жертву, и положиться на Твою огромную, безграничную любовь. И мы знаем, что эта любовь, она сегодня объемлет нас, и она сегодня объемлет всех наших братьев и сесер, которые находятся в намного более сложных обстоятельствах, чем мы. И мы еще раз просим Тебя за них. Мы просим, Господи, о Твоей охране. Мы просим, Господи, о том, чтобы Ты наполнил сердца миром и утешением, и упованием на Тебя. Чтобы Ты наполнил внутренней уверенностью и твердостью ту, которую Ты давал когда-то Давиду, Даниилу, когда он был во львином рве, и Давиду, когда он шел против Голиафа. Господи, благослови детей Твоих. Благослови этим внутренним глубоким миром, уверенностью в Тебе. Мы знаем, Господи, что Ты, разбивая всякое основание для самоуверенности, даешь нам прочное основание уверенности в Тебе Саму. Благослови нас в этом во имя Иисуса Христа. Аминь.